Известный литератор Бернард Шоу писал, «Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его». Эти слова отражают основную идею семинара для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Главным стал вопрос, каким образом должно реагировать общество на людей, нуждающихся в помощи, чтобы те не оставались один на один со своими проблемами. Возможные решения рассматривались в рамках пятой республиканской недели доступности. Цикла мероприятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов, посвященных различным видам поддержки людей с инвалидностью. По словам некоторых специалистов, на данный момент не лечение заболевания вызывает трудности, а устранение его последствий и осложнений. Цель реабилитации – это восстановление социального статуса детей и инвалидов, их адаптация в социуме и достижение их материальной независимости. Инфективность медицинской реабилитации с точки зрения не улучшения показателей реабилитации органов системы, а расширение социального функционирования, явление способностей к самообслуживанию, общению. К слову, понятие реабилитация предполагает не только ряд медицинских процедур, направленных на поддержание физического здоровья пациента. Немаловажным аспектом является психическое и моральное состояние, ощущение себя равноправным членам общества. Помогать в этом призваны различного рода учреждения социальной защиты. Одним из них является Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, располагающийся в здании «Еслейсада» номер 4. Центр существует уже 10 лет. С детьми с особенностями психофизического развития работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя дошкольного образования, врач-психотерапевт, медсестра по массажу, инструктор лечебной физической культуры. Нужно отметить, что в Пинском районе количество детей с нарушениями развития за последние несколько лет выросло на 87 человек. По последним данным, это 668 детей до 18 лет. В Центре получают коррекционно-педагогическую помощь дети из Пинского района. У специалистов, это педагогов-психологов, учителей-дефектологов, два раза в неделю родители приезжают сюда с детками, занимаются, получают у детей помощь и уезжают. Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития программа Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации предполагает ежедневное 10-часовое пребывание с трехразовым питанием. Сюда ребята приезжают из 12 населенных пунктов Пинского района на специально оборудованном транспорте. Всего это три автобуса, ежедневный пробег которых составляет около 300 километров. С некоторыми посетителями Центра специалисты занимаются индивидуально. Тяжелые множественные нарушения развития предполагают два и больше диагнозов. Это детки с расстройствами аутистического спектра и еще сопутствующие какие-то заболевания. Дети с синдромом Дауна, с заболеванием упорно-двигательного аппарата, с интеллектуальной недостаточности. У всех этих наших деток они имеют инвалидность детства. Центр посещают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и имеющие при этом умеренную либо тяжелую умственную отсталость, интеллектуальную недостаточность. Что касается детей-инвалидов до 18 лет с заболеваниями соматического характера, например, из сердца или почек, в Пинском районе их насчитывается 145. Из них 42 человека, имеющих показания к санаторно-курортному лечению и оздоровлению. На сегодняшний день на очереди на получение путевки находится 36 детей с разной степенью инвалидности. Заинтересованные этим вопросом могут обращаться в Пинский райисполком по адресу улица Карла Маркса, 28, кабинет номер 18.